Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о втором послании апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Это в самом деле послание, письмо, которое не является богословским трактатом. Одно из немногих действительно писем и размер его, вернее, краткость этого текста, в первую очередь определяется размерами обычного листа папируса, на котором люди в те времена писали письма друг другу. Здесь мы видим многие признаки эпистолярного жанра, ну того, как обычно устроена бывает переписка. Теперь начинается это послание словами «Старец, избранный госпоже». Ну и, в общем, существует несколько способов понимать это выражение. Я имею в виду среди христианских толкователей. Большинство все же полагает, что это письмо, которое евангелист и апостол Иоанн Богослов пишет некой христианской общине, входящей в круг влияния, скажем так, евангелиста Иоанна, где-то в каком-то из малых населенных пунктов Малайзии. И, соответственно, избранная госпожа здесь имеется в виду церковь, община, которая пребывает в некоем определенном месте, населенном пункте. Есть и другие толкования, что это могла быть конкретная женщина, еще какие-то идеи люди высказывают. Но все-таки представление о том, что избранная госпожа – это крестьянская община, местная церковь, пожалуй, можно считать мейнстримом, мнением большинства. Теперь само по себе слово «старец» тоже достаточно многозначное, потому что традиция относит это послание к самому концу первого века, связывает с именем евангелиста Иоанна Богослова, и, ясное дело, в это время апостол уже был весьма и весьма немолод. Если, ну, то есть, условно говоря, ему было около 90. Мы не знаем точную дату рождения его. Да, конечно, в этой ситуации он может, имеет полное право назвать себя старцем, не называя, впрочем, по имени. Опять-таки, исследователи говорят, что это, вероятно, обычно для христианской переписки того времени и того региона. Есть также предположение, что речь идет о человеке следующего, после апостолов поколения, которые их могли называть традиционно пресвитерами или старцами. Ну, тоже, конечно, с точки зрения имеющие право на существование. И, наконец, еще одно представление о том, что автор послания является некоторым старейшиной одной или целого ряда христианских общин, может быть, христианские общины, которые являются церковью-матерью по отношению к нескольким окрестным, в том числе к той, кому обращено это послание. Именно в качестве старейшины вот такой христианской общины Иоанн пишет к этой самой избранной госпоже. Ну, в общем, конечно, все варианты так или иначе плавно перетекают один в другой. И традиция предполагает, что речь идет о письме, которое весьма немолодой старейшина одной из ранних или, может быть, первой малоазийской христианской общины, Иоанн Богослов пишет к одной из общин периферийных, расположенных по географическому краю этой территории. Он обращается к этой христианской общине, говорит, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Вот несколько раз он повторяет это слово «истина, истина, истина», потому что это вообще тема послания. То, что, во-первых, истина есть. Оно о том, что Бог не постмодернист. Черный от белого отличается, истина от лжи отличается, истина от заблуждения отличается, и эта грань четкая. Добро и зло не перетекают одно в другое каким-то таким плавно серым образом через 50 оттенков. Нет, есть истина, и есть то, что истиной не является. И это некоторая принципиальная позиция автора послания апостола Иоанна Богослова. И вот он обращается и предлагает приветствие. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога и Отца и Господа Иисуса Христа». И это, в общем, если мы сравним с Павловым посланиями, мы увидим, что это один из вариантов обычного, привычного для всех христиан того времени приветствия. Благой дар Бога желает Иоанн этой общине, этой церкви. Милость, мир с Богом желает он им. Это, в сущности, такая молитва о том, чтобы все это действительно было в той церкви, которая является адресатом послания. И в конце этой фразы, в конце третьего стиха, он добавляет благодать, милость, мир от Бога в истине и любви. В истине и любви. И это, весьма вероятно, может считаться личной особенностью менталитета, того, как работает мысль автора послания. Для него важно, что вот это происходит, этот благой дар Божий дается в истине и в любви. И не может быть дан в уклонении от того или другого. Далее он пишет о том, что «я очень обрадовался, обнаружив, узнав, найдя детей твоих, то есть членов этой церкви, которые ходят в истине, как мы получили заповедь от отца». Есть также распространенное толкование, что где-то, может быть, в своей материнской общине автор встретил пришедших туда христиан из той общины, к которой направлено это письмо из избранной, детей избранной госпожи. Ну вот в нашем синодальном переводе формулировка такая «я нашел из детей твоих» позволяет толковать эту фразу очень по-разному. Либо я встретил и обнаружил, что они стоят в вере, либо мне рассказали, что они стоят в вере и ходят в истине. Ну, наверное, это не так уж и принципиально. И вот он пишет о том, что «я знаю, что твои дети, то есть члены твоей общины, ходят в истине, знают, как нам и повелел Отец Бог. И поэтому теперь я прошу тебя, не как новую заповедь приписывая, не как давая какое-то повеление или ценное руководящее указание, новое, да, а говорю о том же самом, о чем мы говорим все от начала. «Любите друг друга». Любовь же состоит, говорит евангелист, в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это серьезная вещь, потому что в 21 веке, да еще и в 20 тоже, начитавшись художественной литературы, самой разной, всей вот этой вот романтической и героической. Мы под любовью понимаем что угодно, только не исполнение заповедей. Это чаще всего чувства, которые там, нет раны чувства в нем остыли, это переживания, какие-то эмоциональные, поэтому мы там огорчаемся, если их не чувствуем, и оправдываем себя, когда мы предаем друг друга, скажем там, при расторжении брака, что любовь прошла, завяли помидоры, и вот, значит, чувства ушли. Вот это вот вся болтология современная, болтология, не более того. представление о том, что любовь это такие вот вздохи и ахи эмоциональные. Евангелист прям вот черным по белому пишет, любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Вот это та заповедь, которую вы слышали от начала. Любить, это значит слушаться Бога, исполнять заповеди, которые он дал по отношению друг к другу. Любовь это не эмоциональные переживания, которые в человеческой душе есть, ну, в душе, на самом деле, в гиппокампе и гиппоталамусе, а это поступать по правде Божьей. Теперь дальше евангелист говорит о том, что в мир пришли многие обольстители, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть, видимо, в христианской среде, в христианских общинах постепенно намечается раскол в результате деятельности неких людей, которые не ограничиваются исповеданием Иисуса, Мессии Израилевым, Христом, пришедшим во плоти. Не ограничиваются этим, но переступают учения Христова, идут дальше. И на основании довольно, я бы сказал, усеченной теологии раннего Нового Завета, смешивая ее с разнообразными течениями эллинистической мысли, пытаются соорудить какие-то великие теории и умозрения про третьи небеса. Вот это вот все. Речь идет о раннегностических гностических или протагностических учениях. Ну, дакеты первые, но не последние, с кем пришлось столкнуться евангелисту Иоанну и его общинам. Вот эти люди, которые из учения о том, что Бог есть любовь, Он пришел во Христе и вот Его заповеди деятельные любви к ближнему и прощения. Да, вот из этого строят чрезвычайно многословные, путанные учения о незримых сущностях, о том, как устроено божество, которое не видел никто никогда. Ну, и так далее. И в каких взаимоотношениях друг с другом находятся там какие-то бессмертные духи, в итоге кончается все тем, что надо съесть мухоморы, дышать через чего-нибудь, увидеть свет в конце туннеля и вся вот эта вот мистика, которая мутным валом катится с востока. Понимаете, вот вместо того, чтобы сэкономить на своем питании, чтобы поделиться с голодным, предлагает есть что-нибудь изысканно дорогое, но по каким-то причинам не так влияющее на гормональную сферу, там можно рыбу дорогую, каракатец вместо сосиски. Ну, вот такая вот вся вот эта вот идея духовности вместо жизни, а именно это Иоанн называет обольстители, не исповедующие Христа, пришедшего во плоти, говорит, это обольстители антихристы, смотрите за собой, чтобы вам на это не поддаться, они приступают к учению, идут дальше, не пребывают в этом учении в Боге, а отца и сына встречают только тот, кто прибывает, кто исполняет это учение Христово. И вот вы всю эту болтовню, болтовню, мистику, свет в конце туннеля, тоже, это все, в общем, как сказать, враг рода человеческого не изобретателен, поэтому бред, он тысячи лет не меняется, да, вот, впадение в измененное состояние сознания, все такое и прочее, свет к конце туннеля, вот это все, не принимайте этого, говорит Иоанн, приступающий учению Христова, тот, кто его как бы превосходит, потому что эти протагностики страшно были, горделивые и говорили, что, ну, вот это ваше Евангелие, что там все так просто, прости, да пожалей, да помоги, а вот мы, мы видим тайное, великое, незримое, да, у нас там озарение, ну, к сожалению, это вот вся вот озаренческая мистика, она в конце концов с черного хода просочилась в нашу христианскую практику, поэтому ничего принципиального тут для нас нет, а важно, что Иоанн говорит, нет, в этом не будет жизни, не будет, поэтому эти обольстители к тебе избранная госпожа скоро придут, не слушай их, не слушай, держись того учения в истине, которое ты уже приняла, ну, и в конце, как принято тоже в конце посланий, я хочу тебе еще много написать, но надеюсь прийти, это такая заключительная формулировка, которая была принята в письмах, в личной переписке того времени. Иоанн. Иоанн. Иоанн.